На внеочередной 38-й сессии Маслихата с участием Акима Семей и Ермака Салимова было рассмотрено 7 пунктов повестки дня. После рассмотрения вносимых изменений в решение представительного органа о бюджете города Семей на 2019-2021 годы и обсуждение составов комиссии, депутаты рассмотрели вопрос утверждения тарифов на сбор, вывоз, переработку и захоронение твердобытовых отходов. Подробности у нашей съемочной группы. Вопрос вносимых изменений в решение Маслихата о бюджете города Семей на 2019-2021 годы был рассмотрен в рабочем порядке. Исполняющая обязанности руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Елена Кузнецова кратко объяснила депутатам, в связи с чем проводится корректировка бюджета. С учетом проведенного анализа поступлений на 1 мая, имеется переуполнение по доходным источникам, в связи с чем они корректируются. Кроме того, управлением госдоходом проведена работа по изысканию дополнительных резервов, в связи с чем вносится данный вопрос на сессию. В ходе обсуждения вносимых корректировок в бюджет города депутаты затронули вопрос строительства школы в поселке Степной, жители которого уже не в первый раз обращаются с этой просьбой к народным избранникам и местным исполнительным органам. Аким Семей Ермак Салимов в своем выступлении пояснил, что подготовленная ранее проектно-сметная документация не прошла экспертизу из-за технических условий, предусматривающих отопление объекта от РК-1. Мы сегодня переделаем этот проект и включаем туда технических условий, которые будут при этой школе. В этом году мы эту работу заканчиваем, но в следующий год начнется реализация этого проекта. Утверждение составов, действующих при Акимате комиссии, прошло в рабочем порядке. Также в рамках сессии народные избранники обратили внимание руководства города на озеленение площадей, парков и других мест отдыха горожан. По их мнению, заросшие сорняком газоны негативно отражаются на внешнем облике Семея. Город буряном зарос, площадь Абая, везде в тротуар, зеленое насаждение выросли. Послегать уже пора уже, наверное, да? Потому что неприглядно едешь по городу и вот это все буряном заросло. Особое внимание депутатов в ходе внеочередной сессии вызвал вопрос утверждения тарифов на сбор, вывоз, переработку и захоронение твердобытовых отходов. По мнению некоторых народных избранников, предлагаемые отделом ЖКХ и жилищной инспекции тарифы, с одной стороны, вроде бы снижают цены на действующие услуги на 5%, но при этом вносится новый дополнительный тариф на захоронение ТБО. Для физических и юридических лиц, а также субъектов частного предпринимательства, он будет единым в размере 300 тенге. Физическое лицо, это бабушка, да, живет одна, она в неделю выносит две бутылки, пластмассовые бутылки, да, и она должна платить 300 тенге, да, как физическое лицо, согласны? Теперь, магазин, огромный магазин, супермаркет там, он, у него супермаркет, например, 100 патронных отходов, он в день, например, 40 кубов в неделю вывозит, ему тоже 300 тенге. Или же, или же, юридическое лицо, которое самостоятельно ввозит на свалку, самостоятельно ввозит на свалку, то есть мы все в одну пучу сравняли, почему мы не защитим бабушек, дедушек, может где-то что-то нужно придумать, чтобы им какие-то льготы были. В свою очередь, руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции отметил, что предложенный проект решения был направлен в Национальную палату Атамикен и Общественный совет города Семей, то есть все необходимые согласования пройдены и получены положительные заключения. После бурного обсуждения предлагаемых тарифов, большинство депутатов проголосовали за предложенный проект решения. Сама Цикенов, Хайрат Кожахметов, Телеканал.